Апрельская пятница Клебали рот пинтами, разводили попугаев и палили друг с друга из ядерной артиллерии, но и любили тыкать во всех подряд мечами или рубить ими всех подряд, что практически одно и то же. Поэтому в Rare решили, что хорошая система боя на мечах для игры не роскошь, а обязательная необходимость. И взялись такую систему разрабатывать. Пока разработка еще не готова для показа в геймплейном видеоролике, но уже есть прототипы, которые и были продемонстрированы в последнем видеодневнике. Из рассказа и показа очевидно, что рубить и колоть в Sea of Thieves можно будет различными способами. Обещаны быстрые, слабые и медленные мощные атаки. При этом каждое попадание по цели позволит провести следующую атаку чуть быстрее, а потом еще быстрее и так до тех пор, пока не будет промаха. Также самыми мощными атаками можно будет сбивать врагов с ног и даже посылать их во вредный для здоровья полет, если бой происходит на обрыве или бушприте. А еще игрокам обещан специальный индикатор, который немедленно поставит их в известность, если они будут атакованы со спины. Причем любым оружием, не только холодным, но и огнестрельным. Объявленный в феврале фанком перезапуск MMORPG The Secret World поселил в душах немногочисленных поклонников игры осторожную надежду и одновременно тревогу. Как бы их любимое интерактивное развлечение вместе с новыми вениями и игроками не потеряло то старое, от которого они так без ума. И теперь эта тревога до какой-то степени начала оправдываться, ибо выяснилось, что перезапуск на самом деле окажется совершенно другой игрой. Secret World Legends. Или несовершенно, но начинать играть там придется с нуля, на новых серверах. И даже игровая механика будет другой, с переработанной боевой системой и жанром Action RPG. А аббревиатуру MMO в названии жанра анонс почему-то даже не упомяну. Хотя, может, конечно, эти три буквы просто сами собой подразумевались. В содержательном смысле новая игра во многом скопирует старую, то есть в ней останутся все те же локации. Нью-Йорк, Лондон, Сеул, Трансильвания, Египет и даже маленький городок в Новой Англии с загадками и ужасами. То же самое можно сказать и про сюжет, с замечательными миссиями-расследованиями, которыми так отличилась оригинальная The Secret World. Все это, вполне возможно, привлечет толпы новичков, однако ветеранам секретного мира предстоит преодолевать ностальгию по-прежнему геймплею. Те, кто преодолеет, смогут взять с собой в релиз из старой игры все добытые и купленные эксклюзивы вроде маутов, петов и стильной одежды. Если преодолеть не выйдет, то оригинальная The Secret World продолжит существовать на отдельном сервере и в нее можно будет вернуться. Правда, новых игроков там ждать не стоит. Доступ на сервер откроют исключительно для старичков. И выпуск нового контента тоже, скорее всего, прекратится. Что же касается даты выхода новой The Secret World Legends, то она все еще неизвестна. Сейчас идет закрытое бета-тестирование и записаться на него можно на сайте проекта. Если не считать Square Enix и ее Final Fantasy, то ММО японского производства — большая экзотика. В Японии вообще все не как в остальной Азии. И консоли там популярнее ПК, и массивный онлайн мало кого из разработчиков интересует, и вообще это вам Япония, а не Корея или Китай. Самурайский дух — он такой самурайский. Тем не менее, время от времени девелоперов Страны Восходящего Солнца все же охватывает непреодолимая тяга разработки чего-то ММОшного. Как это произошло со студией GameOn? Ее сотрудники не стали противиться своей мании. Может, потому что вместе со всем своим коллективом принадлежали корейские Neowits Games? В результате потворствования капризу родился проект Record of Lotus War Online. Столь длинное и странное название разработчики придумали не сами, а позаимствовали у серии аниме, подарившей игре мир, сюжет и остальные дизайнерские мелочи. Игра вышла в Японии в прошлом году и продемонстрировала типично анимешное художество, мультяшную графику, изометрическую проекцию и более или менее традиционный ММО-геймплей. Игровых персонажей гостеприимно принял остров Лодос, известный у местных жителей как Проклятые Земли. Из столь многообещающей характеристики можно сделать вывод, что приключений на острове хватало и не ошибиться. У игроков не было никаких проблем с поиском занятия по душе. И хотя основу геймплея составляла ПВЕ, для большинства ММО-пользователей это скорее плюс, чем минус. В их распоряжении были полностью предоставлены 12 классов, являвшихся производными от 4 общих боевых ремесел. Воинского, Жреческого, Волшебного и Воровского. И этой могучей силе враги рода человеческого были нипочем. Но это все, напомним, относилось к Японии, а жителям прочих регионов радости острова Лодос не доставалось. Вплоть до прошедшего четверга, когда вышла английская версия игры, что сделало ее доступной для пользователей всего мира. Так что теперь и россияне тоже могут попробовать Record of Lotus War Online на вкус, тем более что играть можно бесплатно. Поклонники Сталкер когда-то возлагали большие надежды на Сувариум, потому как практически те же самые люди разрабатывают. Пусть игра онлайновая, но любимый геймплей онлайном не испортить, даже если речь идет о другом мире. Однако время уходит, и вместе с ним уходят надежды. Сувариум остается все той же сессионкой, а обещанный открытый режим ближе не становится. На наш взгляд, разработчики игры вообще чисто конкретно ошиблись с жанром. Пошли бы тем же путем, который выбрали создатели онлайновых выживаний. Глядишь, тоже бы уже гребли деньги шагающим экскаватором. Однако чуйка их подвела, и теперь они выпускают по никому практически ненужному обновлению в квартал, на днях дойдя аж до версии 0.46. Несложный подсчет говорит, что такими темпами версия 1.0 выйдет через 162 месяца или 13,5 лет, но это всем уже похоже до лампочки. В то время как PlayerUnknown's Battlegrounds зарабатывает по несколько миллионов в день. Что касается содержания, обновления, то оно опять о всякой ерунде. Каждому оружию приделали свою отдачу. Броня в игре теперь трех видов — легкая, средняя и тяжелая. И чем тяжелее, тем сильнее режет скорость игрока. Количество уровней экипировки снежно с 10 до 5, а ее характеристики были подогнаны под данное изменение. У оружия появился параметр «Останавливающая сила», все пистолеты стали внефракционными, а снайперские винтовки при попадании вызывают кровотечение. Добавлены альтернативные версии игровых карт «Школа», «Рудня», «Мамаев Курган» и «Лондон». И все прочие изменения примерно в том же духе. У нас же складывается впечатление, что одним из следующих обновлений станет объявление о закрытии проекта. Древо Спасителя Древо Спасителя, именно так переводится с английского Tree of Savior, пока спасать вроде бы не надо, однако побольше новых игроков ему бы не помешали. Поэтому разработчики затеяли ивенты с наградами для новичков и ветеранов. Каждый нуб, который вольется в пользовательские ряды Tree of Savior, в ближайшие пару-тройку недель получит аж 19 бустовых наборов с ценным содержимым. Правда, не сразу, а постепенно, по мере набора уровней от 5 до 290. Все это будет длиться до 2 мая, после чего подарки раздавать прекратят, а все розданное исчезнет. Ветеранам и вернувшимся игрокам с персонажами от 50 уровня и старше каждый день будет выдаваться один квест на убийство конкретного моба. За его выполнение опять-таки наградят наборами с ценностями, причем ценности будут зависеть от уровня персонажа, и этот ивент тоже продлится до 2 мая. На этом у меня все, до встречи на stopgame.ru через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!